Председатель Единой России Дмитрий Медведев заявил, что всегда хорошо относился к оппозиции, ведь это нормальное явление в обществе. Политик подчеркнул, что у него с оппозицией конструктивные отношения, и он проводил встречи с оппонентами на разных должностях. Как всегда, есть одно но. Нелюбовь, как выразился политик, к несистемной оппозиции, то есть к Алексею Навальному и ФБК в целом, которая сознательно идет на противоправные действия. Я неоднократно давал ему характеристику, другой не появилось, несмотря на то, что он сейчас находится в местах не столь отдаленных. Я все равно считаю, что Навальный, политический проходимец, который пытается выстроить свою политическую карьеру на недобросовестной аргументации, использует заведомо ложные аргументы. И самое главное, пытается привлечь в свою деструктивную деятельность большое количество людей, в том числе молодежь, которая делает только-только первые шаги в жизни. Он вытаскивает их на противодействие власти, подставляет их, а сам в этот момент находится где-то в другом месте. Такая оппозиция должна получать жесткий ответ со стороны государства. Закрывать глаза на такие случаи нельзя, заявил Медведев. Политик также обратил внимание на то, что Навальный собирает митинги в карантин, а это заставляет скакать цифры статистики по заболеваемости. Накануне ФБК выпустила небольшое расследование, в котором озвучила зарплаты журналистов и сотрудников Арти. Речь, например, идет о журналистке Ля Серябсовой. На Арти, судя по выводам соратников Навального, она получает по 4,5 миллионов рублей в год, или 368 тысяч рублей в месяц. Для Арти Рябцева несколько раз в год пишет авторские колонки с критикой Навального. Более активно оппозиционера и его соратников журналистка критикует в своих соцсетях. Именно с этим и может быть связана ее зарплата. Публицист Максим Кононенко получает 540 тысяч рублей в месяц. Столько ему заплатили за февраль 2021 года. Соратникам Навального удалось найти в этом месяце только одну статью под его авторством на сайте телеканала. В ней Кононенко рассуждал о роли в скандале с отравлением Навального сотрудницы ФБК Марии Певчих. Миллионную зарплату от телеканала получает и блогер Станислав Яковлев, известен как Артега. В соцсетях он тоже в критическом ключе часто оценивает деятельность российской оппозиции и Навального. А в рамках сотрудничества с Арти только несколько раз появился на шоу «Прекрасная Россия. Бу-бу-бу». Его заработок на телеканале за год составил 5 миллионов рублей. Главная цель всех этих людей, считают в команде Навального, создать искусственный информационный фон и впечатление, что что-то там с Навальным не так, и это все обсуждают. В связи с тем, что все они в рамках своего сотрудничества с Арти критикуют оппозиционера и его соратников, и получают за это деньги, их профессию ФБК охарактеризовал как профессию ненавидеть Навального. Субтитры создавал DimaTorzok